По данным Республиканской госавтоинспекции, за первые 4 месяца текущего года наблюдается снижение общего количества ДТП с участием детей до 16 лет на 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это, прогнозируется и ухудшение статистики в связи с летними каникулами у детей. Те ребятишки, которые начальные классы, они уже предоставлены. Их очень много сейчас видно на улице. Сам неоднократно был свидетелем, сколько на велосипедах переезжают пешеходные переходы, а также выезжают на проезжую часть. Главная задача пресс-конференции – донести информацию о профилактике безопасности дорожного движения, снизить тяжесть последствий от ДТП, информировать взрослых и детей о недопустимости нарушения правил. Также Андрей Мельник отметил, что в республике сохраняется тенденция нарушения правил перевозки детей, что приводит к плачевным последствиям. Это в первую очередь дети у нас пострадали в результате нахождения в транспортных средствах. То есть родители по-простому не пристегивают, не используют детские удерживающие устройства, детские кресла. Поэтому дети у нас страдают. И вторая категория – это дети-пешеходы. Всего за 4 месяца зарегистрировано 17 ДТП с участием несовершеннолетних, где пострадали порядка 20 детей. Погибших, к счастью, нет. В госавтоинспекции перед летними каникулами проведены ряд мер по профилактике ДТП путем различных бесед с учащимися школ, а также их родителями. Мергена Юн, Владимир Свертык, Доржу Сад, Телеканал ТУВА-24.